Атака беспилотников на Кремль, конечно, это большая тема, все это обсуждают, потому что, конечно, когда это в последний раз видели, но во время Второй мировой войны, конечно. Люди мало об этом знают, власти читали, нужно особенно распространяться по поводу того, что немецкая авиация бомбила Москву, поэтому исторически литература, вы не часто видите эту тему или не распространяются по поводу этого. Но если вы откроете хотя бы какие-то там мемуары каких-то людей, письма каких-то известных писателей, скажем, которые жили это время в Москве, то вы видите, что да, конечно, бомбежки Москвы, конечно, были нехилые, прямо скажем. Но тут, конечно, не такая война, тут, конечно, военный такой конфликт между Украиной и Россией, локально такая война, конечно же, возникает вопрос, какие у Украины возможности, чтобы там, где-то там, пешпилотниками там бомбить Москву. Украина резко усилил свою диверсионную деятельность на территории России. Конечно, правда, и то, что Украина атакует военные объекты России, военную инфраструктуру России на оккупированных территориях Украины и не только. Конечно, все это правильно, так и надо себя вести. И одновременно не надо фантазировать, думать, что Украине бесконечное количество каких-то возможностей провести какие-то операции. Конечно, это неправда. Это очень ограниченные возможности Украины провести какие-то операции на территории России. И поэтому в последнее время люди, конечно, заметили, что украинское руководство и отрицает какие-то операции на территории России. И тогда возникает вопрос, а кто же их провел? Но здесь, конечно, меня удивляет короткость памяти людей. Но мы же все должны помнить. Вот Владимир Владимирович стал президентом, исполняющим обязанности президентом, президентом. И вы видели сразу, что там стали взорваться дома, убиваться какие-то люди и так далее и тому подобное. Просто это манера действия Владимира Владимировича. Он обычно создает какие-то события, чтобы их использовать, скажем, чтобы оправдать кровавую войну против Сечни. Или там, если касается Украины, если он хочет провести очередную очень кровавую ракетную атаку на Украину, вот он и создает какое-то там событие, на которое он указывает. Поэтому я вот как бы стреляю ракетам в Украину, потому что они сделали это, то, 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 то. Стиль Владимира Владимировича очень хорошо известен. Все его сакральные жертвы, как вы помните, как бы одна с кема. Он как бы не сошел с этой пути. Ну, здесь с АРУ-ТВ как бы предупреждали россиян, что вот-вот, сейчас Путин будет бомбить свои собственные города, зарвать, как бы, своих собственных граждан. И это все, как бы, пришло. Иногда спрашивают, ну, а зачем такие, как бы, действия? Ну, что это Путину дает? Нет, Владимир Владимирович действует по методичке. Чтобы, там, пугать людей, там, мобилизовать людей, напоминать, что, как бы, идет война, и все должны, там, участвовать и бить этих украинцев. Вызвать, как бы, ненависть украинцам, конечно, что вот они, что вытворяют, понимаешь, и так далее и тому подобное. Поэтому такие операции, конечно, нужны. Путин, вот, читает, как бы, вот его мир такой, что вот такие провокации, как бы, просто необходимы. Просто необходимы. Поэтому, конечно же, удивляться, что Путин там очередной раз что такое придумал, не должна вызывать удивление. Один из руководителей ФСБ, заместитель директора ФСБ, адмирал Угрюмов, когда-то сказал, что он стал, вот, руководителем, один из руководителей ФСБ осенью 99-го года, если память мне не изменяет. Уже после того, как Путин был избран президентом, он где-то там сказал, что, ну, вот, этот деятель, чтобы выиграть на президентских выборах, приказал нам взорвать дома. А что ничего там может приказать, когда он чувствует себя уверенно на посту президента. Пророческие оказались слова. Бедный Угрюмов и умер, как бы, уже в 2001 году в Чечне российской военной базе. Думаю, не случайно. Этот стиль Путин, как бы, тащит с собой все эти годы. В данном случае, видите, летают два дрона. Летают на Гремль. И падают на купол там, один из зданий. Ну, особо ничего не случается, конечно. Ракета оттуда не вылетает, как бы. Но разговор очень большой, что вот, дескать, хотели убить самого Владимира Владимировича. Но тогда вот эти руководители украинской разведки должны быть вообще идиотами какими-то. Путин не в Кремле. Он все время на своем, как бы, главной резиденции Новогорёва. Там у него, как бы, огромный комплекс, там он не живет. Конечно же, если хотите убить Путина, ну, надо было атаковать, как бы, этот комплекс. Или хотя бы Валдая, он бывает часто Валдая, там, атаковать и в резиденцию Валдая. Или его, этот знаменитый поезд, который он теперь езжает иногда по России, потому что боится летать уже на самолетах. Но ничего такого не случилось. Какие-то хилые дрончики как-то там куда-то летели и упали. Какой смысл, как бы, в всем этом. Но смысл, конечно же, было. Путин хотел, во-первых, как бы, очередной раз найти повод для, прежде всего, западного мира, что вот почему я атакую ракетами там города украинские. Ну, потому что вот они атакуют Кремль уже. А другая, конечно, вещь более уже интересная, что если они говорят о том, что вот, дескать, хотели убить Владимира Владимировича Путина, это, конечно, важно. Потому что это сразу ведет к мысли, что готовится уже как бы ликвидация Владимира Зеленского. Да, у России есть всякие там бомбы, скажем, их немного, прямо скажем, эти бомбы, потому что это обычно такая российско-советская, как бы, действительность, что создают какое-то оружие, но создают его, как бы, ограниченном количестве. Просто нету, как бы, производственной базы, там, чтобы массово производить это изделие. Ну, вот, дермобомбы там всякие интересные и так далее. Ну, вот, одну такую, говорят, уже использовали в Украине. А почему, как бы, не использовали, чтобы там ликвидировать Владимира Зеленского? Конечно же, такая идея у московского руководства есть, конечно. Это бы вот они хотели делать. Поэтому вот этот разговор о том, что хотели убить Путина, абсолютно логичен. Тогда, конечно, да, понимаем, что скоро может быть вот и такая операция против Украины. У американцев не висит спутник над Москвой, они не видят, откуда эти дроны пришли и так далее, что ли. Но я думаю, что, да, у американцев есть такие возможности. Они, как бы, видят, куда, откуда эти дроны пришли и так далее. Не знаю, я спекулирую, но думаю, что вот один из дронов, который летел с стороны Люблянки, вот из внутреннего, как бы, двора здания ФСБ и, как бы, поднялся. Не знаю, там лично ли махал, там, красил, там, дрон, там, украинскими цветами, там, синие, синие, желтыми цветами, как бы, или голубое, голубого, желтого цветами лично директор ФСБ Портников, как бы, ну, может быть, может быть, да, еще писал туда Каракули, что смерть Путину, смерть Путину, там, очень может быть, как бы, подозрение такое, что дрон прямо, как бы, взлетел из внутреннего двора здания ФСБ в Москве. Но неважно, конечно, это все, понятно, что это просто очередная путинская провокация, чтобы, там, оправдывать его кровавые действия против Украины. Люди так и говорят, что, как бы, не только безумие, но просто, вот, видите, люди уже просто не знают выхода, что делать вообще, как бы, ну, вот, и делаются еще вот такие вот глупости, чтобы пугать население свое, конечно, там, там, мобилизовать их против Украины, там, утверждать, что вот, какая опасная страна Украина, вот поэтому мы ведем войну против него. Но этот детский лепетчик, как бы, такое, что Украина страдает, погибает огромное количество людей. Очередная чудовищная ракетная атака против украинских городов. Ни один ночь они там, как бы, страдают от этой стрельбы. Путин не прекращает эти действия. Он и дальше будет организовать вот такие провокации, чтобы оправдывать военные усилия, которые он делает, как бы, против Украины. Западному миру это все известно, американцы сразу и комментировали это, что, как бы, после того, как Песков там пел о том, как хотели убить Путина, что, как бы, нельзя, как бы, верить ни одному слову, который идет из Кремля, что они просто невероятно врут и провоцируют. Все это, как бы, поняли. Но, видите, для Путина это уже не важно. А Путина, конечно, важно то, чтобы манипулировать своим собственным населением. Хотя, мне кажется, что и, собственно, население давно уже не верит этим спектаклям, не берет это, как бы, уже, как бы, всерьез. Ситуация и прямо аховая для Путина. Переясню, что это, конечно, связано тем, что Путин потерял поддержку Китая. Он, конечно, долго строил такую политику, что, если что, все-таки Китай поддержит все усилия Путина, и у них хорошие отношения, и вот это, как бы, спаситель России. Поэтому было, как бы, большое удивление, что китайская позиция, в общем-то, состоится в том, чтобы побыстрее заканчивать войну в Украине. И Синьпинь вышел и, как бы, с серьезным мирным планом, 12 пунктов, и приехал в Москву. Но там, конечно, все кончилось большим скандалом. Мы об этом, Мару, тебе, как бы, говорили, что и прием был очень странным, Синьпиня, и уехал он ранее, конечно, чем было предусмотрено. Разговоров вокруг всех этих дел, которые были сделаны, как бы, во время визита, указывало, что, ну, просто китайцы не поняли. Они не поняли. Они, как бы, с чистым сердцем приехали в Москву, предлагали Путину помощь, чтобы заканчивать войну. Ну, а вместо этого, как бы, Путин просто в истерике, недовольный по поводу того, что они, как бы, это предлагали. Паника в Москве. Вот так пишут, что отношения с Китаем, как бы, резко ухудшились, в связи с тем, что вот такие обстоятельства. А что вы ожидали? Что вы ожидали? Ну, да, Китай вам не поможет, потому что вы не хотите слышать, что они говорят, что они предлагают. Здесь, как бы, должна быть новость. После такого поведения, которое Путин показал Земпине в Москве, ну, что вы хотите. Вот вы и получите то, что вы, как бы, должны, как бы, иметь. Это, вот, реально, как бы, обстановка. Паника в Москве, поэтому эти дешевые трюки, с какими-то дронами. И Путин пока стреляет в Украину. Хотя давление по всему миру, конечно, идет, чтобы Путин побыстрее заканчивал войну с Украиной.